МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С праздником 8 марта поздравили женщин в муниципальном центре культуры. Для виновниц торжества выступили творческие коллективы Магадана. Праздничную атмосферу 8 марта дополняла тематическая программа от камерного ансамбля. При входе в зрительный зал девушек встречали волонтеры. Всем женщинам организаторы праздника подарили цветы. Поздравили дам и представители власти Магадана и области. Большинство женских коллективов у нас и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре. Но посчитали и в правительстве у нас, оказывается, женщин много и больше, чем мужчин. И в муниципальных органах власти тоже женщин больше. Хочется пожелать вам успехов, крепкого здоровья. Ну и берегите нас, мужчин, а то так и останетесь одни и будете решать все сложные задачи. Хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов. Ну и если будут улыбки у вас на лицах, то вся работа будет ладиться и со всеми проблемами мы с вами обязательно справимся. Вы знаете, я хотел бы сегодня вам пожелать, чтобы в первую очередь весь март у вас было хорошее настроение. Чтобы все мечты, которые вы задумали, они исполнились. И именно сегодня пусть начнется старт ваших самых планов, которые принесут вам только радость, счастье и любви, дорогие женщины. ПЕСНЯ 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 Ну ладно, для меня ты успех, награда, ну ладно, даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь бабушкой, для меня ты будешь бабушкой, ладно. Субтитры подогнал «Симон» Дома в городском поселке реконструируют. В Соколе три недостроя превращают в жилые здания. Началась реконструкция в январе 2021 года. В доме по улице Гагарина планируют сделать 30 квартир – одна, двух и трехкомнатные. Также у них будут балконы. На данный момент ведутся подготовительные работы. К зданию подводят коммуникации и расчищают его изнутри. Кроме того, подготавливают документацию. В эти квартиры, утверждают специалисты, переселят магаданцев из аварийных домов. Дома будут предназначены для, скорее всего, переселения жителей поселка в Колымы и также жителей поселка Уптар, которые проживают в аварийных либо непригодных домах. Год с небольшим срок строительства этого объекта будет. Финансирование из областного бюджета. Еще один дом по улице Королева в поселке будут достраивать. Изначально заказчиком постройки выступил аэропорт Магадан. Позже здание передали в областную собственность. Сейчас также проводят подготовительные работы – убирают мусор, утепляют контур. По плану дом будет включать в себя 30 квартир и цокольный этаж. На первом этаже мы надеемся, что тут, возможно, будет открыто социальное учреждение, социальный центр и центр занятости, который сейчас у нас находится по адресу Гагарина, 18 квартирах. Но тут хорошие помещения очень большие, для доступа маломобильных граждан очень удобные. Поэтому мы надеемся, что в скором времени центр поселка у нас преобразится и будет красивый жилой дом вместо этого недостроя. Как рассказывают специалисты, самая тяжелая ситуация с домом в районе Королева, 21. Хозяина у недостроя нет, поэтому принять решение по нему быстро не получается. Однако муниципалитет начал процедуру признания объекта бесхозным. После этого недострой будет принадлежать городу, и уже тогда объект смогут достроить. Из Магадана в Усть-Омчук. На Колыме возобновили авиасообщение между населенными пунктами. Перевозки субсидируются из областного бюджета. Перелеты выполняют на пассажирском самолете ТВС-2МС авиакомпании ООО «Сила» раз в неделю, по пятницам. Пока график составили на март. Также полететь можно в Ягодное. Воздушное судно вмещает 8 пассажиров и полторы тонны полезного груза. У нас добавилось два направления. Это Усть-Омчук и Ягодное. Цена билета Усть-Омчук 1000 рублей, на Ягодное 2000 рублей. Плюс действуют субсидии для пенсионеров и для молодежи. 30%. Молодежь от 12 до 25 лет, а также мужчины от 55 и женщины от 50 лет при наличии магаданской прописки могут купить субсидированный билет за 700 рублей. Детям до 2 лет перелет бесплатный. Авиабилеты можно приобрести во всех авиакассах Магадана, а также на сайте авиакомпании ООО «Сила». Главным поощрением органов местного самоуправления муниципального образования город Магадан является премия «Человек-года». Данная награда предназначена для людей, добившихся высоких результатов в различных сферах деятельности. Премия присуждается по 18 номинациям «Политика», «Экономика» и «Финансы», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Градостроительство», «Коммунальное хозяйство», «Предпринимательство». Торговля и обслуживание населения, обеспечение правопорядка и обороны, здравоохранение, образование, наука, культура, спорт, искусство, а также литература, журналистика и общественная деятельность. Все документы, которые необходимы для представления к награждению, направляются в Управление по делам молодежи в связи с общественностью мэрии города Магадана по адресу улицы Горького, 16, кабинет 401 и 406 до 24 мая. Всех с удовольствием ждем. Для участия магаданцам необходимо представить ходатайство от предприятия или учреждения, в котором работает соискатель, а также выписка из протокола общего собрания по вопросу выдвижения кандидата с его характеристикой, содержащей подробное описание его достижений, значимость и эффективность результатов его деятельности, а также фотография в электронном виде. Дополнить перечень подаваемых документов можно рецензиями компетентных органов и лиц, а также документами и откликами в средствах массовой информации, подтверждающими достижения кандидата в случае наличия таковых. Вручение денежной премии состоится в День города на торжественном приеме в мэрии города Магадана. День города Магадана. Низкая цена на товар должна вас насторожить. Никогда не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Для онлайн оплаты и покупок используйте отдельную банковскую карту. По возможности оплачивайте товар после его получения.